Девушки отдыхают Девушки отдыхают С какой целью? Вот просто многие зрители не понимают Зачем мы делаем именно так? То есть снимаем с продажи какой-то товар Либо орешки пересыпаем Вдруг в дружку путаем С изюмом и тому подобное Вот поясни вообще для чего мы это делаем? Ну вот я в принципе об этом и говорил По сути Что мы объясняем Что это реализовать нельзя Что нам отвечают? Что мы будем дальше продолжать реализовать Просто так снимать Они выставят опять на реализацию Это нельзя Потому что там сколько показывали Да и пыль летит И вон женщина подошла грязными руками Взяла и назад потом кинула эти орешки Да любой человек ему грязными руками залез Опять же мыши таракан То есть продавать это нельзя Если снять это и Как бы не сделать непригодным Для последующей реализации То не будут это реализовывать А мы правильно Мы собираем это все Мы же говорим Мы готовы купить И мы реально готовы купить это Мы собираем Чтобы это не попало назад в продажу Это единственная цель Вот в наших действиях То что касается хамства Как ты считаешь Можно без хамства Вот в таких ситуациях обойтись И с какой целью Если мы применяем хамство Для чего мы это делаем Ну без хамства Любой человек смотрит наши видео Он видит что у нас нет плана Как у других блогеров Прийти, найти, поскандалить Ругаться с полицией И уйти довольный То есть мы приходим в магазин Мы не ожидаем что нас там ждет Там будут адекватные люди Неадекватные Вот как в этот раз мы сходили Ну что получается Мы пытаемся достучаться Мы рассказываем законы Мы наглядно все это показываем У нас не реагируют Начиная так же обращаться на ты И хамства Мы пытаемся акцент Сказать, привлечь внимание Чтобы нас наконец-то услышали Они были на какой-то своей волне Думая там А скажем бы они убежали от нас И так далее Но я вижу это так Понятно Ну я вижу это следующим образом Вообще Я подчеркнуто веду себя В любом Скажем так Начинании Когда мы только заходим в магазин Достаточно корректно Вежливо общаюсь На вы и так далее Специально Чтобы показать зрителям Что люди Когда с ними общаются Вот в таком духе Позволяют Ну общаться Неуважительно Вот в частности Заместитель директора Она себя правда Назвала администратором И что она ничего не решает Хотя у нее должность Заместитель директора Светлана Исаева Несмотря на мое вот это Вежливое Корректное с ней отношение Она позволила себя Вести таким образом Что проявила Неуважение ко мне Вот в частности Когда я начал с ней Культурно разговаривать Она просто развернулась И вышла Вот на тот момент Я уже мог Скажем так Отреагировать на это И достаточно жестко С ней разговаривать Ну на тот момент Я не стал обострять Эту ситуацию Вот Но когда у меня Удалась такая возможность Я начал это применять Это скажем так Методика манипуляции Чтобы человека Вывести из равновесия Чтобы она Вышла из того шаблона По которому она Скажем так С нами общается То есть Пока будет приказ Пока будет то-то То-то, то-то Она иначе Не будет никак работать И с нами Взаимодействовать Вот после того Как вывел я ее Из равновесия Соответственно Пошли эмоции Пошли эмоции И несмотря на то Что она очень Не хотела признавать Правонарушения Она его признала Это скажем так Именно цель Данной провокации Данного Моего Скажем так Жесткого с ней общения Именно для того Чтобы она все-таки Разрушила свои шаблоны И все-таки На видеозапись Признала Что правонарушения есть Что в итоге Мы зафиксировали Я говорю грубо Чтобы вывести наимод Чтобы она нас услышала И начала Немножко нас воспринимать Потому что Когда мы говорим вежливо Они думают Дурочки какие-то Пришли к нам Ну знают закон Ну и что Мы сейчас их Тут нагнем быстренько И они свалят А когда Грубость Да Я их пугаю Я согласен Может быть Так и не надо делать Но А когда они хамят Ну хамцы Порождают хамцы Я не могу Спокойно с ними общаться Когда они реально Начинают нам Как-то Пытаться Унизить своими Вот этими Вот вы это Обязаны Вы обязаны упаковывать А почему Должен что-то упаковывать Лежит Лежит Я выбрал пакет себе Вот я хочу всего взять Где указано Что я вообще Я что-то должен Упаковывать Вот мне надо Эти орешки Я вводим пакет Сыпал Принес на кассу Ребята Это ваша проблема Я себе товар выбрал Понятно Ну другими словами Вот я уже завелся Другими словами Ты просто Ну не можешь пока Собой полностью владеть И все-таки Не поддаваться На провокации Потому что Вот это Игнорирование Это жесткая провокация На самом деле То есть Можно человека Провоцировать Не только Какими-то словами Допустим Как ты можешь Назвать человека Тупым Либо спросить Тупой Или тому подобное В любом случае На мой взгляд Здесь нету Прямого оскорбления Потому что Дура Тупой Там глупая Это в принципе Оценочное суждение Это Ну здесь нету Какой-то приличной Либо Точнее неприличной формы Но в любом случае Это неприятно Естественно Это вызывает В человеке Какие-то эмоции И я вот Тебя все-таки Призываю Стараться Не применять Эти слова А все-таки Более тонко Провоцировать Интонации Манеры разговора То есть Вот этими Вот Можно голос Повысить Но это Как-то более Скажем так Мне кажется Приемлемо Ну с нашей стороны Потому что Мы все-таки Как бы Люди Которые Показывают Как должно быть Ну да У нас канал Не направлен на хамство Это имеется То есть Нет у нас Как я до этого сказал Определенной системы Что вот Нам надо это сделать С этим Поругаться Это нет Да Но я веримо Буду по-другому Немножко себя вести Я уже сейчас Придумал Как я буду себя вести Вот То есть Да Не буду ругаться Но буду немножко Своими действиями Наверное Провоцировать их На ответную реакцию То есть На свои действия Более жесткие Ну Я не имею в виду Применение силы А вот конкретно В рамках закона Все Денис Смотри Я вот обратил внимание У меня есть такой ролик Несколько секунд Где у тебя вырывают тележку Там Ну по-моему Более трех миллионов просмотров Набрал этот Шот Скажем так И очень много негативных Отзывов Вообще Вот Мне удивляет Знаешь что То что люди Скажем так Строят свое впечатление А увиденном По каким-то фрагментам Хотя даже из того фрагмента Видно что ты До женщины Даже не прикасался Вот И несмотря на то что Она Вырывала у тебя тележку С этими просроченными конфетами Очень много негативных Скажем так Комментариев В твой адрес Причем Ну ты там В сердцах Произнес такое Что там Понаехали В принципе Я в этой фразе Ничего не вижу Плохого Либо хорошего Ну Понаехали Это означает Что понаехали Вообще Как ты относишься К этой теме Можешь что-нибудь Сказать Что там Ну там Может там Не толерантнее И тому подобное Нет Нет Я нормально Ко всем отношусь Ко всем нациям Мы живем В единой стране По моему мнению В СССР Хотя Владимир Владимирович У другое мнение То есть Нет Я отношусь К этому нормально Понаехали Ну как говорят Вот Москве Вот понаехали К нам Они же не имеют Национальность Людей Просто В других регионах То есть Ну То что произошло Да конечно Это жесть И да По ролику видно Что у меня Отнимает Потому что я говорю Что она делает Ты смотри Что она делает То есть Не я забираю Было бы немножко Все по-другому Ну ладно Бокс Нет Я спокойно У меня много друзей У меня мусульмане Очень много друзей Как бы нет Здесь С этой стороны Никакого Негатива Никогда Не испытывал Не испытывал У меня И азербайджанцы У меня Друг Вот Живет Сам Чеченец Али живет В Аустре Мы хорошо Общаемся Ну много У меня друзей Здесь Очень много Ну Любыми Другими словами Хотим Сказать Нашим зрителям Что Ни в коем случае Никакого Негатива У нас нет Ни к национальностям Ни тому подобное Ко всем Относимся Очень хорошо С уважением Среди Любых Скажем так Национальностей Есть люди Которые Заслуживают Как уважения Так и неуважения Поэтому Все комментаторы Которые Отреагировали На слово Понаехали Будьте Спокойны Никакого Негатива У нас Нет Как бы Если уж Скажем так Живете В России Я считаю Что нужно Исполнять Законодательство Той страны В которой Вы живете Не важно Скажем так Какой вы Национальности В любом случае Какой бы Национальности Человек не был Он не должен На покупателя Нападать Что-то там Отбирать Есть руководство Которое Должно решить Данный вопрос Есть полиция В крайнем случае Вызвать полицию Ну никак Не заниматься Такими Самоуправством Вот Какие у тебя Есть темы Для обсуждения Как пиво Пиво Темное Кстати Как называется Бархатное Не давно Советовали Этот бар Тихо Уютно Ну реально Уютно Да Да Я думаю Что наши Видеоролики Которые будут В таком В формате Проходить Там беседы На те или иные Темы Будем проводить Здесь На самом деле Здесь Тихо Спокойно Уютно Можно Отдохнуть Хорошо Поэтому Я думаю Не секрет А думаю Вот Есть там Даже Соответствующая Информация Кто желает Может сюда Пройти Проверить Лично Убедиться Как здесь Комфортно Доставка Чтобы не ехать Можно и заказать А что удобно Он 10 литров Заказал Подарок Полторашку Покупается Доставка Нормально Какие еще Темы Обсудим А Все хотел У тебя спросить Мы по Кристалл Вот ходим У тебя Вот эта Одна женщина С которой Ты уже В суде От имени Которой Выступаешь Вроде Ты говорил У тебя там Еще кто-то Появился Как у тебя Вообще Впечатления От тех Кто пришел Что там За проблемы И как Это может Объединять В судах Общее дело Просите Как это Все происходит Ну то что Касается Фирмы Кристалл Стоматологической Стоматологической Правильно На мой взгляд Это сложная Ситуация Сейчас Как бы Я не могу Кого-то Обвинять В мошенничестве И тому подобное Я могу Только свое Мнение Высказать На эту тему Но то что я увидел Вот у меня уже Три человека Ко мне обратились Они все Одинаково Говорят Одну и ту же Историю История заключается В том что По рекламной акции То есть по звонку Приходят в эту Клинику Где под Каким-то там Воздействием Там Психологическим Там Каким-то еще Подписывают Договор Который Который По своей природе Является Рамочным Договор Ни о чем Поскольку там Не согласованы Ни сроки Оказания услуг Ни виды услуг Ни стоимость Этих услуг Но Согласована Некая цена Ну то есть Вот на такую сумму Эта стоматология Обязуется Оказать Там Услуги Все И дальше Как правило Офравляют кредит Причем кредит Они оформляют Каким образом Ну предположительно Работник Этой фирмы Получает персональные данные Водит их в компьютер Потом вводит СМС Который приходит Пациенту Ну и таким образом Берет Много кредитов Соответственно Человек Когда приходит домой Он уже понимает Что он Скажем так Заключил Договор на лечение зубов Там На полмиллиона Там На 610 тысяч И тому подобное И начинает уже пытаться Как-то Выйти из этой ситуации Потому что Ну он понимает Что ему это не надо Причем Как правило В эту ситуацию Попадают именно Люди пожилого возраста Потому что На них очень легко Оказывать Скажем так Давление Моральное Потому что Ну есть определенное Воспитание у людей Вот они Им трудно отказать Вот у меня Первый пациент Который Ко мне обратился За помощью Он прямо говорит Что ее просто Физически не выпускали Из кабинета То есть Он говорит Я хочу уйти Но я не могу Я пытаюсь встать Подходит женщина И за плечи Ее садят обратно Значит Ну вот у всех Примерно такая же история Причем Вот буквально Недавно Обратился молодой человек Точно такая же история Ну как обычно У нас акция Акция Только сегодня Вы должны подписать договор Сегодня вы должны Заплатить деньги Иначе вот завтра Уже будет поздно Ну я уж не знаю Под каким соусом Они это все проводят Предлагали ему чай Кофе попить Ну С его слов Он ничего не пил Поэтому как бы Грешить на то Что ему там могли Что-то подсыпать Я не могу Но в любом случае Он совершил эти действия Обдуманные Не обдуманные Ну Понятно что они Стали обдуманные Уже после того Как он Осознал что он сделал Короче он взял кредит Естественно он сейчас Ко мне обратился С просьбой отказаться От этого договора Потому что Один из способов Манипуляции Который они используют После того как Человек подписал Этот договор В этом договоре Есть пункт 4.8 В котором сказано Что в случае Если человек Отказывается от их услуг Причем даже непонятно От каких услуг Вот Если он отказывается То ту сумму Которую он заплатил У него 40% Удерживают эту сумму Вот только потому Что человек решил Отказаться Что является Ничтожным условием Как бы В договоре Но в любом случае Люди на это ведутся Потому что они не знают Законодательство О защите прав потребителей Ну и поэтому Вот такая манипуляция Вот второй пациент Который ко мне обратился Там вообще История жесть То есть она взяла Два кредита На сумму 610 тысяч И для того Чтобы расторгнуть договор Она прямо В кабинете у них Еще с карточки Перевела 273 тысячи 400 рублей То есть заплатила деньги За расторжение договора Соответственно Иск уже подан В суд Посмотрим Что они будут делать Естественно Они деньги добровольно Не возвращают А если возвращают То только частично Ну то есть Удерживают Вот эти вот Скажем так 40% Ну понятно Что в суде Они вернут все деньги Вот такая история Но к сожалению На данный момент Я собираю пока доказательства Будет подано заявление О мошенничестве На данный момент Подано заявление О фальсификации Доказательств По гражданскому делу Представителям Этой клиники Значит проводится проверка Вот Суть фальсификации Заключается в том Что При рассмотрении дела Выяснилось Что договор Со стороны директора Этой фирмы Подписан не был То есть Этот договор заключается Скажем так В двух экземплярах И на экземпляре Фирмы Не было ни подписи Ни печати директора Соответственно Что говорит о том Что в принципе Этот договор считается Незаключенным И основание Для взыскания денег Обратно В пользу моего доверителя То есть пациента Может быть только то Что договор не заключен Деньги получены Неосновательно И соответственно Просим их вернуть Спасибо Спасибо Вот И соответственно Получилось так Что это было Зафиксировано В судебном заседании Что нету Подписи И печати Более того Я на этом обратил Внимание судьи Это было На аудио зафиксировано Соответственно В протоколе зафиксировано Более того Я сказал Чтобы не вздумайте Ни в коем случае Приносить в суд Заверенную копию Этого договора В котором вдруг Появятся Подписи Подписи Печать директора И несмотря На вот это Мое предупреждение На следующее Судебное заседание Представитель В данном случае Ответчика То есть фирмы Кристалл Приносит договор С подписью И с печатью Заверенный Ну соответственно Налицо Ну скажем так Внесение Заведомо Недостоверной информации То есть той информации Которой до этого Не было То есть Договор был Не подписан Соответственно Это рассматривалось Как оферта В итоге Суд предоставит Якобы заключенный договор А в деле Есть копия Этого На данный момент Того первого договора Не подписан Нету Нету Я Перевью Слушал как раз Аудиозапись Где ты Настоятельно Рекомендовал Судье Чтобы сделали Ксерокошку С этого договора Что он Не подписан Судья отказала Помнишь Да Что достаточно Того Что мы это Просто устно Зафиксировали Ну Сейчас я не могу Давать оценки Скажем так Судья Дам я эту оценку Уже после того Как состоится Судебное заседание Когда будут Вынесены на решение На данный момент Судья Все таки Неправильно Сделала То что Не обратила На это Внимание Путем Вынесения Частного Определения Она Предложила Мне самостоятельно Обратиться В правоохранительные Органы С заявлением Что я в принципе И сделал Сразу же После судебного Заседания У меня Это все Зафиксировано На аудиозапись Что я обратился С заявлением О подложной Ну не подложности А о фальсификации Доказательств По гражданскому делу Со мной связывался Соответствующий Сотрудник Правоохранительных Органов Я ему всю информацию По телефону Рассказал Я так понимаю Что он делает Запрос уже в суде Изучает материалы дела Для того Чтобы принять Какое-то Обоснованное решение Я как бы Не преследую цель Скажем так Наказать этого представителя Просто Ну так Некрасиво Делать просто Понятно Что судья Когда будет Выносить решение Она даст Этому оценку Что договор Не был изначально Подписан И тут вдруг Он подписан Но с другой стороны Не надо вообще До этого доводить Ну вот как-то так Мы видимо Надеются Что Все сойдет с рук На мой взгляд У нас Очень многие Надеются На то Что сойдет с рук Почему Потому что К сожалению Безнаказанность Безнаказанность И Правоохранительные органы На мой взгляд Не отрабатывают На все 100% Конечно я понимаю Что сейчас Такая ситуация Что у них просто Там должно быть 15 участковых А на самом деле Их там Допустим 5 участковых Не хватает Должно быть 30 На самом деле Их 5 Да Должно быть 30 Участковых А их всего 5 И соответственно Понятно Что они загружены Перегружены Кстати Вот с этой целью Мы и не вызываем Полицию Мы всегда хотим В магазине Добиться того Чтобы устраняли Те нарушения Которые мы выявляем Прямо на месте Потому что Ну а что полиция Может сделать Максимум Скажем так Оставить на ответственное Хранение И материалы дела Передать В Роспотребнадзор Чтобы они Составляли протокол Возбуждали Административное дело Ну на данный момент Это не актуально Почему Потому что Максимум Что может сделать Роспотребнадзор Если Правоохранительные органы Грамотно все составят Все документы передадут Это только Предостережение вынести То есть Ну сказать пальчиком Вот так вот делать не надо Так каждый раз Да Но на самом деле На них это вообще Никак не действует Потому что Ну Выгоднее всегда Продавать просрочку Выгоднее всегда Продавать В нарушении Санитарных норм Потому что Так быстрее Так проще Так меньше Трудозатраты И тому подобное С нашим судом Да Ну что им 500 рублей штрафа Да Ну это вообще Какой-то беспредел Вообще смешно Я где-то вот В интернете видел Что Вроде как Верховный суд Высказался о том Что Недопустимо Выносить Такие маленькие суммы Компенсации морального вреда Я поищу Если я найду Эту Скажем так Норму Я обязательно Ее публикую Ну на мой взгляд Конечно Это абсурд Оценивать Компенсацию Морального вреда В 500 рублей Это беспредел Вот я Кто видел Мое Скажем так Эмоциональное Выступление На эту тему Когда мы Сюда выходим Как бы там Извиняюсь за выражение Там мат-перемат У меня был Хотя я стараюсь На видео не ругаться Но там Кроме таких слов Подобрать нечего Просто Длилось Несколько месяцев Судебное заседание Сколько мы раз Куда приезжали И тому подобное И судья Оценила Наш моральный вред В 500 рублей Ну Понятно Что они исходят Из того Что раз Вы Умышленно Как они говорят Покупали Просрочку То вроде Как бы Вы не страдали От этого Ну Человек Который съел Купил И съел Просрочку И не знал Что он съел Просрочку В принципе Он вообще Никак не страдает А человек Который Покупает Просрочку И ест ее На видеозапись Чтобы были доказательства Что во-первых Он ее приобрел Понятно Чтобы уличить Магазин В нарушении Прав потребителей Он должен сделать Вот эти Определенные действия Потому что Иначе потом Суде будет Очень трудно Доказать Вообще Что он Эту просрочку Купил В этом магазине Что и вообще Ее продали И так далее Вот Человек Который идет На все эти вещи Понятно Он относится К этому Ну скажем так Неспокойно Что он Эмоционально На это реагирует Он соответственно Хочет Пускай Наказать этот магазин Потому что Он не должен Так себя вести И судья Несмотря на Вот эти все Наши Скажем так Действия Временные Там Эмоциональные Тому подобное Выносят 500 рублей Ну что такое 500 рублей Я вот До сих пор Которого не понимаю Да И оскорбляли И клоуны И матом Называли Да На видео Да Кстати То есть Вот этот момент Очень важный Самое интересное Как себя ведут Работники магазина Не все Конечно Но вот Те работники Которые громче всех Кричат Что мы их Там Как-то Оскорбляем Провоцируем Хамим И тому подобное Как правило Они в первую очередь Этими занимаются Причем Это делают Из-под тишка По возможности Когда на них Камера не направлена Когда они думают Что выключены Микрофоны Там И видео Многие моменты Оно фиксируется И мат В нашу сторону И соответствующие Оскорбления Ну просто У нас нету Такой цели Их там Наказать Ну Если они будут На нас подавать Скажем так Какое-то заявление В прокуратуру О том что мы там Кого-то оскорбили Естественно Мы Свои доводы Приведем Что как бы Вот эта словесная Перепалка Она была взаимная Как минимум Поэтому В силу Малозначности Даже если От нас Какое-то там Слово проскочит Которое с точки зрения Там Кого-то Может быть Оскорбление То это Малозначительно И никто Не будет За это Никого Наказывать С учетом Тем более Того Что у нас Есть Более важные Дела Учебы Просрочкой Своей Занимались Они вот Этими Пустыми Заявлениями В обвинении Нас О том Что мы там Похитили Что-то Испортили Вымогали Оскорбляли Вот Я вот Привожу Доводы Которые Они любят Употреблять Естественно Этого С нашей стороны Ничего Нет У нас Приходя в магазин Вручая Письменную Претензию За подписями Где четко Все расписано И нас После этого Обвиняют В вымогательстве Ну это По-моему Такой зашквар Это показывает О том Насколько Скажем так Этот работник Магазина Руководитель Организации Юридически Неграмотный А любой Руководитель Магазина Он в первую очередь Должен знать И соблюдать Законодательство То есть Он предполагается Что он должен знать Законы И их соблюдать И когда он Досудебную претензию Воспринимает Как вымогательство Ну понятно Что он ее не воспринимал Как вымогательство Он воспринимал Как досудебную претензию Просто после того Как он поговорил С руководством И вышестоящее руководство Сказало Делать так-то и так-то А у нас Как бы Работники Это солдатики Деревянные Оловянные Как угодно Можно назвать Им нужен приказ Вот будет приказ Я не знаю Там матом На нас скрыть Они будут это делать Потому что Ну они головой не думают И все время Они ссылаются на то Что вот У нас есть руководство У нас там есть Внутренняя инструкция У нас есть Какие-то правила А где ваша голова? Где просто Здравый смысл Что вот этого делать Не надо Потому что вам Прямым текстом говорят Допустим Если нарушение Санитарных норм Наглядно показывают Что вот смотрите Грязными руками Трогают эти вещи Там Предметы И тому подобное Ну вот Я хочу Как бы Зрителям донести Не думайте Что мы такие глупые Что мы не понимаем Что нужно орешки Отдельно взвешивать Там Изюм отдельно взвешивать И тому подобное Это мы Понятно Все понимаем Но мы наглядно Показываем То что Мы не должны Этого делать Мы же не отказываемся От оплаты Более того Но на видео Как бы Денис Анатольевич Обращает внимание Что мы даже готовы Купить По той цене Которые Руководитель Региона Пятерочки Заявил А он заявил О том Что они Продают Просрочку Называя это Бытовыми Пищевыми Отходами За 1 рубль Ну я так понимаю Килограмм Или там не знаю Каким параметром Да ради бога Мы могли бы Тот мешок Скажем так Выбранного нами Продукта Купить за 1 рубль Килограмм Ну взвесили нам Допустим 10 килограмм Ну заплатили бы 10 рублей Вообще Я не знаю Что такое рубль Там Ну может быть Он имел ввиду Рубль это 1000 рублей Нет Нет Рубль Раньше было 10 рублей Сейчас 1 рубль Поэтому как бы Мы готовы оплатить Покормить голубей Там все остальное Ну как бы Ну Только спасибо скажут Ну да Ну вот Владимир Я конечно Вообще поражен Твоим знанием Познаниями В области права И Скажем судом Ты Более Тебя уже все боятся Судьи И вот как-то Многие адвокаты Говорят Что очень жестко Ты общаешься С судьями Что там Они там договариваются Как-то там Вот как Твою Твой взгляд На это Все таки Так надо Как ты общаться Или надо С судьями все таки Юлить И дружить Я считаю Что Я Все равно Общаюсь Достаточно Корректно С судьями В чем Скажем так Моя разница Разница Моего Общения С людьми По сравнению Там может быть С другими Там с юристами Адвокатами В суде И тому подобное Ну Возможно Мое воспитание Такое Возможно Мои личностные Характеристики Говорят о том Что я В принципе Не приемлю Когда со мной Обращаются Неуважительно Соответственно Если я вижу Оппонент Который Со мной Корректно Разговаривает Я никогда Ни в коем случае Никогда Не буду ему Грубить Ну и Определенные вещи Делать Но если я Чувствую В том числе От судей То есть На самом деле Для меня Не имеет значения Какой ранг У этого человека Какие там Погоны Звания И тому подобное Потому что в первую очередь Человек должен Общаться со своими Оппонентами Уважительно Соответственно Если я чувствую Что И вижу И на это Указываю Тому же Самому Судьи Что Так делать Нельзя И она Это делает У меня Возникает Ответная Реакция Да Я Делаю Это может быть Не так Топорно Где-то там Со стебом С подколкой Даю понять Что так делать Не надо Но далеко Ходить не надо Как бы Буду на примере Потому что Вообще Судьями нужно Очень аккуратно Потому что Чтобы не обвинили В клевете И тому подобное На мой взгляд Вот даже Если взять Ту ситуацию Когда Судья Разъясняла Нам Скажем так Права В последнем Судебном заседании По Взысканию С нас Долго По кредитному Договору И по нашему Сречному иску О признании договора Кредитного Незаключенным Вот Судья Предупреждала Что если Мы будем Вести видеосъемку То будут Определенные Последствия Вот На мой взгляд С учетом того Что есть Судебная практика О том Что максимум Что может Сделать судья Если будет Выявлено Что кто-то Производит Несанкционированную Видеосъемку В соответствии Гражданско-профессиональным Кодексам Может быть Сделано Предупреждение И только Потом Может быть Скажем так Участник Либо там Зритель И тому Подобное Удален Из зала Судебного Кодекса Предусмотрен Только За неуважение К судье Оно может По-разному Проявляться Там бывает Уголовная Статья Но в любом Случае Там штраф Предусматривается За видеосъемку Штрафа В принципе Быть не может Ладно Она нам Говорила Про какой-то Штраф Потом Она стала Говорить Про то Что будет Применена Статья 17.3 Коап Часть первая Это то Что не Выполнение Распоряжение Судьи Опять же Это Либо Умышленная Угроза Введение Нас В заблуждение Запугивание Либо Это Некомпетентность Судьи Потому что На эту тему Давно Уже Есть много Решений И Судебная Практика Ну и В принципе Законодательство Говорит о том Что в принципе Есть Нормы Которые Регулируются Определенными Порциональными Кодексами Ну допустим Гражданск Порциональным Кодексом Соответственно Не надо Одно путать С другим Вот Вот этот момент Потом момент Тоже Это же Судья Лобанова Выносит Определение Об Оставлении Нашего Искового Заявления Встречного Без движения С требованием Чтобы им Заплатили Государственную Пошлину Причем В этом Суде В других Судах Всегда Мы когда Подаем Встречный Иск По поводу Признания Договора Незаключенным Кредитного Договора Ну никогда Таких требований Не было То есть Отсюда Прослеживается Просто Желание Максимально Создать Условия Для того Чтобы человеку Трудно было Зачать права Чтобы он Плюнул Перестал Это делать Вот На мой взгляд Сказать Что это Не профессионализм Я не могу Потому что Судья Знает Это Более того В самом Встречном Исковом Заявлении Прям Конкретно Написана Норма Права По-моему Статья 17 Закон о защите Прав потребителей В налоговом кодексе Тоже есть Соответствующая Статья Где сказано Что По таким делам Госпочтина С ИСОВ Не берется Ну Несмотря на все это Она берет Это и делает И самое интересное Когда я на это Обращаю внимание И Говорю о том Что Ну Подача Мной частной Жалобы Стоит денег Потому что Я потратил Соответствующее время Мы потратили Время Поехали Заплатили Эту госпошлину Взяли реквизиты Ну Вот это все Тело движения Как бы Стоит и временных Затрат И денежных Вот В частности Моя работа Стоит определенных денег И после того Как они увидели Что мы подали Частную жалобу Нашу позицию Они понимают Что они Проиграют И что Потом будут Фигурировать Эти 8 тысяч За подачу Частной жалобы Они кстати Заявлены Эти 8 тысяч В любом случае Они понимают Что Зачем им Иметь на руках Вот этот Процессуальный документ То есть Определение Областного суда Где будет сказано Что судья Была не права И что делает Ее коллега Мацуева То есть Другой судья Она берет И присылает Себе полномочия Судьи Областного Мурманского Областного суда Просто Берет и говорит Что я не буду Направлять Потому что Потому что Потому И расписывает Это как Из той серии Положите Телефон Потому что Мне кажется Что на меня Камера смотрит То есть Вот как это оценивать Я вот Не буду говорить Может быть она права Что Да Там то 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 Но кто Это определение Выносит Это определение Должен был Вынести Мурманский Областной суд Ну по сути Контролирующий орган Над Правильным судом Поэтому Ну вот как Это оценивать На мой взгляд Это Ну Что то с чем то Понятно Понятно Что Какие то вещи Мы не обжалуем С какой целью Потому что В этом нету Необходимости Вот Тот же самый Решение Компенсации Морального вреда В размере 500 рублей Мы сначала Хотели обжаловать Но Смысла в этом нету Почему Ну потому что Ну хорошо Областной суд Вынес бы решение Не факт что он вынесет решение Ну Не 500 рублей Взыскать Компенсации Морального вреда Ну а полторы тысячи Там Три тысячи Вот эта разница Она в принципе Ни о чем Потому что в принципе Ни 500 рублей Ни 3 тысячи рублей Они все равно Ну на мой взгляд Лично на мой взгляд Не компенсируют Тот вред Который Человек может испытывать В результате Тех действий Которые происходят В магазине Оскорбления Вот это Наше там Нахождение Несколько часов И тому подобное Ну Наше обращение В суд В конечном итоге Ну не преследует Цель Именно денежной Компенсации Морального вреда А именно Сам факт Установить Сам факт Что нарушение было И соответственно Чтобы уже Решение суда Показывать Что говорите Ребята Вот смотрите Вы Делаете сейчас То же самое Что делали до этого И суд Принял решение Что это не замужно Вот только вот так А как твое мнение Хотел спросить По налоговой Что налоговой Подала на меня Взыскать штраф Который был еще Сколько там Семь лет назад Ну да Да Ну смотри Я не могу сейчас Скажем так Опять же Оценивать действия Судьи Потому что После того Как мы подадим Апелляционную жалобу Посмотрим Что областной суд На эту тему скажет Могу только Сказать свое мнение Я считаю Что судья была Не права По каким соображениям Она почему-то В срок Исковой давности Засчитала Три года Плюс Шесть месяцев На мой взгляд Это неправильно Она сделала Более того Мы очень четко Расписали Почему срок Исковой давности Пропущен Даже не срок Исковой давности А срок Обращения в суд Это правильнее будет Формулировка Привел Несколько Решений Судов То же самое Года происходило Все то же самое Но судья Мацуева Как будто Не видит Всех этих доводов Просто Берет И Пишет Свою Какое-то Умозаключение Основанное На принципе Что Ну вот Три года Прошло Даже Три с половиной Года Прошло Ну ничего страшного Но они же подали В мировому судье А мировой судья Там Вынес судебный приказ То что Судья мировой Вообще не имел права Принимать документы Выносить судебный приказ Как бы Она этому оценку Не дает Потому что Судебный приказ Выдается без Участия сторон Как бы Естественно Если бы сторона Участвовала Она бы сказала Что смотрите Уважаемый суд Как бы Налоговая Имеет право Обратиться в суд За взысканием Там Недоимки С момента Как Ну Налогоплательщик Должен был заплатить В течение Шести месяцев А они Первый раз Обратились К мировому суде Через Три с половиной года Ну Посмотрим Короче Что скажет На это дело Областной суд Я думаю Так же самое Мацуева Который И Частную жалобу У нас сказал Что мы не имели Права ее подавать Хотя Лобанова пишет В определении Что не принимает Исковое Вернее Оставляет без движения Но вы можете Оставить частную жалобу Так кто из них Денис Смотри Насчет Там кто-то врет Не врет Как бы Нет Давай Давай исходить Из того Что Никто не врет Просто Кто-то либо Некомпетентен Юридически Да Ну я надеюсь Что все таки Судья Судьи у нас Компетентны Я больше склонен верить Что Те действия Которые они совершают Не в силу Своей неграмотности Какой-то юридической А в силу Какого-то умысла Я могу предположить Что Все таки Вот эти действия Были совершены Умышленно По какой причине Я как бы уже сказал Не знаю Мацува Изначально Вот Для меня Показалась Объективной Судьей Тем более Первое дело Которое она Рассматривала Коллекторской фирме Фабула Вынесла решение В нашу пользу Да Там она нам Немножко подрезала Судебные расходы Ну Ладно Там С какими-то доводами Естественно Я согласен Там То что касается Доверенности Оплата доверенности Потому что Она была Выдана генеральная На 10 лет Там Не было Конкретики Что вот Именно по этому Гражданскому делу Не на 1 Да То есть Она может Дальше Использоваться Поэтому Если бы Изыскали бы Деньги За уплату За эту доверенность Конечно Это было бы Неправильно Тем более Верховный суд На эту тему Сказал Что как бы Да С этим вопросов Нету Но когда Судья вынесла Скажем так Обоснование Что Если вы Приехали в суд Сделали копии Материалов Дела Там Ну Много чего Делали То это Не входит Точнее Это входит В рамки Оказания Каких-то Других Мной услуг Хотя У меня В договоре Четко Прописано Что вот Эта Вот Работа Стоит Столько Это Стоит Столько Это Стоит Столько Можно Я в тему Скажу Вот Я сейчас Думаю На что Я тогда Все Мне зацепило По Последним Судебному Заседанию Лобанова Сказала Вы что Вам что Мешало Раньше Знакомиться Ну Спросил Перерыв Мне нужен Перерыв Знакомиться С тем Материалом Который Появился После Нашего Последнего Ознакомления Она сказала Что Вам мешало Вы же получаете За эти деньги Могли В любое Время Приехать То есть Судья Лобанова Говорит Что Ваши Услуги По Знакомлению Будут Оплачены А Мацуева Считает Что Это Не должно Быть Оплачено Опять же Получается Да Опять же Мацуева И опять же Это Лобанова Ну Это Очень странно На самом деле Когда Я понимаю Когда есть Разная судебная Практика Там В разных Регионах С этим Еще Как-то Можно Согласиться Но Когда В одном И том же Суде Судья На один И тот Вопрос Смотрят По-разному Там О госпошлине О возмещении Судебных Расходов И тому Подобное И Более того Своими действиями Как бы Друг дружку Выгораживают Ну Я только Так Это оценю Что выгораживает Потому что Я повторюсь На мой взгляд Судья Мацуева Не имела Права Выносить Какое Либо Определение Относительно Передачи Нашей частной Жалобы В Мурманский Областной суд Потому что Формально Лобанова Судья В определении Указала Что ее определение Подлежит Обжалованию Что мы и сделали Правильно Она так сделала Неправильно Она так сделала Это не имеет Никакого значения Если Областной Суд Посчитал Что мы Частную Жалобу Не должны Рассматривать Они бы Нам Ответили Вынесли Соответствую Определение Вопросов Не было Никаких Но только Не судья Того же Самого Уровня Так Нельзя Делать Я надеюсь Как бы Что наши Судьи Смотрят И наши Видео Наши Диалоги И судья Мацуева Обратить На это Внимание Что Все-таки Нужно Проявлять В своих Действиях Более Корректное Поведение В частности Я выложил Тот фрагмент Когда Она Заранее К нам Подходит До начала Судебного Заседания И по сути Нам говорит О том Что я Буду Выносить Такое-то Такое-то Определение Тогда возникает Вопрос А зачем Мы вообще Туда сюда Приехали Судебное Заседание Сейчас Будем Формально Проводить Решение Уже Принято Какое То есть Она прямо Говорит Что я Вынесу Определение О принятии Встречного Воскового Заявления На тот Момент Даже когда Сказали Квитанцию О том Что мы Госпочвенную Оплатили То есть Она прямо Говорит Под аудиозапись О том Что Она естественно Возможно Не знала Что ведется Аудиозапись Говорит О том Что Ее коллега Судья Лобанова Не Должна Была Выносить Такое Определение Оставлять Исковое Заявление Без Движения И поэтому Она Своим Определением Его Все-таки Принимает А потом Когда Она узнала Что мы Оплатили Госпошлину Оплатили Она Как За спасительный Корабель Схватилась За это И вот В своем Определении Указала Именно Вот этот Момент Что Поскольку Оплатили Условно Говоря Приняла Хотя Изначально Довод Был совсем Другому То есть Вообще Не имело Значения Оплатили Мы Не оплатили Просто Мы решили Подстраховаться И Заплатить Госпошлину И подать Частную Жалобу Ну потому Что Зачем Нам Вот это Лишнее телодвижение Как бы 300 рублей Госпошлины Мы так или иначе Их все равно Вернем Потому что Они незаконно Были с нас взяты Слушай Мне кофе Понравился Здесь Вообще Вечерний Не как обычно Заходишь Когда они Приводном Насыпают А здесь Они Из банки Насыпали Из банки Это Оришка Кстати Это называется Не арахис А барахис Барахис Да То есть Арахис Он То есть Барахис Буква Б Он более яркий Вкус Я заходил Пробовал Ну не туда У меня угощали С этого барана Что Ну Именно Барахис Ну более яркий Да Замечаешь Вкус Так Более Денис Я тебе так скажу Что Я Ну как и ты Вообще спиртное Не употребляю И последний раз Это было В каком году Я сейчас тебе скажу В каком году Что Когда я Ну вообще Пил пиво Там на Новый год Я помню Что я пил на Новый год А я на Новый год И пил пиво Но это было В каком году Сейчас я тебе скажу В 21 году Это было Это было Два года Два года тому назад Ну тем более У тебя впечатление О пиве должно быть Более яркое Что-то Да? Угу Не, ну я вообще Люблю пиво Разливное Понимаете? Тем более темное Если оно вкусное Свежее Ой, как оно пахнет Очень яркое Я раньше Когда учился В Санкт-Петербурге Я жил в общаге И мы там Как бы очень часто Покупали пиво Балтика Тогда четверка Потом шестерка появилась Вот Мои первые впечатления О темном пиве Это вот именно Те студенческие годы Когда я попробовал Четверку И шестерку Балтика Все равно Было крепкое Но вот Самое интересное Что Вот оно темное А запах-то приятный Обычно темное Более терпкий запах А здесь Такой вот Как свет Он пахнет Ну оно такое Знаешь Мягкое Не сильно Да И вот я не люблю пиво Когда горькое Вот Вот я про горькое А это такое Даже немножечко Как бы сластит Ну бархатное Может по этому названию Самое интересное Что вот даже В свое время Про то пиво Которое тебе рассказывал Оно было сначала одно Когда только на рынке Появляется Оно как бы Одного вкуса А потом Что-то меняется И оно уже делается Не таким Раньше Как бы Когда допустим Тоже самое Балтику Там четверку Шестерку Ты пьешь Оно было Как бы На вкус Там Прям хлеб Чувствуется Ну такие вещи Ну для раскрутки Они делают Яркие вкусы А потом Когда уже Пошло на поток Зачем там Особую делать А потом Когда я не знаю То ли хранение Там у них Несоответствующее Оно просто горчит И как бы Все уже Многие говорят Что мы Вот Или задают вопросы Вообще Зачем мы этим занимаемся Вот Твое отношение К тому Что мы делаем Вообще Зачем ты Занимаешься Вот этой деятельностью Ходишь в эти магазины А многие говорят Тебе что Заняться нечем Иди работай Там еще что-то Ну на самом деле Вообще Почему я стал Этим заниматься Был момент Что Это было Более трех лет назад Я зашел в магазин Взял колбаску Я так траванулся Мне пять раз В узоре Скорую Задрения Я же не знаю Я пришел Купил Вот Маркировку Заметил Что маркировочка Выбишь Откуда я знаю Какой там Срок годности И потом Стал Думаю Блин Ну а чего Больше нечего Было В колбаске Ну Наверное Просроченное Было Ну и стал Зашел В интернет Там Просрочек Почитал Что это Ну так как Юридическое Образование Есть Более легко Это все Усваивается Ну и Был в шоке Увидев Во всех магазинах Вот этот беспредел Сколько людей Травится Взрослых А сколько Детей травится Ну это Конечно Это просто ужас Ну и решил Просто искоренить Это Чтобы все Мне хочется Зайти в магазин И не смотреть На эти сроки Годность Вот я Порой я так и делаю Как говорится Портню без сапог То есть Вот стоит Цена там Строгая Я взял Почему я должен Смотреть Я должен Купить свежее Ну я с тобой Согласен А получается На деле Совершенно другое И вот я хочу Чтобы было Как положено Когда они кричат Вот У меня там Жена Там не знаю Сестра Мама Работает За 15 тысяч Ребята Вас никто Не заставляет Туда идти За эти 15 тысяч Если уж Вы пришли Так будьте Добры Исполняйте Вы свои обязанности Снимайте В эту просрочку Снимайте Вы некачественный Товар А так Чем там Просите За просто Так вам 15 тысяч Должен Полотить Правильно Человек идет А почему Я работаю И вот Я получается Выделяю Время Хотя в это Время Мужу заработать Строить Деньги В семью Иду Вот Владимир Владимирович Отвлекаю Потому что На меня нападали Поэтому приходится Ходить вдвоем Чтобы Друг друга Защитить В случае чего И подстраховывать На камерах Чтобы все Было зафиксировано И получается Что мы Свою тратим Время Уходим Стараемся Все это И многие К сожалению Кричат Вот идите Работать И к нам Работать Почему мы Должны Идти к вам Работать Почему Вы Свою работу Не хотите Иди Грузчиком Работать Вагоны Разгружай Как будто Вагоны Я буду Разгружать У вас Просрочка Искоритель Самогидон А ты вообще Веришь Что В результате В частности Наших действий Что-то Может измениться В лучшую сторону Изменилось Если взять Три года Назад Мы еще Не были Знакомы Я ходил По всем Абсолютным Сетям Везде Был Процов Развак Очень много Было В заморозке Сейчас Вот Театральный 8 Замечательный Магазин Лобово 27 Денис Вот хочу Сразу Сказать Не знаю Смотрит Мне С театрального 8 Магазин Магнит Обратите Внимание Я Как бы На это Обратил Внимание Там Появился Вот этот Орешки Вот это Не в запакованном Виде Вот Я С момента Как опубликую Данное Видео Если Этот Фрагмент Там Будет Обязательно Сходим В этот Магазин Через Несколько Дней После Того Как Будет Виде Опубликовано И Посмотрим Смотрят Во первых Нас Или Нет Из Этого Магазина И Будут Ли Упакованы Орешки Орешки Нам Вот Это Все Просто На самом Деле Я Я Никогда Там Не Видел Просрочки И Никогда Не Видел Там Каких То Я Замечаний Но Тут Я Просто Обратил Внимание Что Вот Смотрю И Вот Эта Сыпучка Лежит Не Расфасованная Честно Знаю Что Скажут А почему У них Не Запасованы Орехи На столе Они Были Запасованы Так Как Нам Они Даже Могут Быть То Нельзя Чтобы Это Все А Я Заходил В один Из Магазинов Кстати Сказал Что Они Узнали На Калина 28 Что Мы Здесь Гоняем И Вдруг Вы Нам Привьете Они Сразу Всю Выпечку Упаковали И Промаркировали И Сняли Все Орешки С Реализации Так Вот Я Об Этому Хочу Сказать Людям Что Вы Поймите Если Подожди Владимир Так Вот К чему Я Почему Они Многие Интересуются Почему Нельзя Ну Торгуют Как Варечка А я Объясняю Если Оно Закрытое То Человек Должен Сзади Стоять И Сам Накладывать То Это Разрешено Но Если Есть Свободный Дос Пыль То Оно Не Защищено От Покупателей Ни Стеклом Ни Пластиком Это Запрещено Ну Все Ну Вот Наглядный Пример Ну Допустим Я Мы Все Заходим В одну И ту Пекарню Нам По пути На Софь Перовской Там Ну Короче Есть Много Пекарень Да Там Хлеб Лежит В открытую Но Я Не Могу Его Потрогать И Никто Его Не Может Потрогать Нам Этот Хлеб Выдает Щипчиками Ну Как Все Как Положено Сам Продавец Соответственно Естественно У продавца Есть Мед Книжка Он Это Делает Соответственно В Перчатках Там С Использованием Соответствующего Инструмента То есть Я понимаю Что Вот Этот Хлеб Та же Булочка Все Что Угодно До Меня Никто Не Лапал Ведь Причина Это Не В том Что Можно Либо Нельзя Чтобы Хлеб Лежал В Открытом Виде Там Корочка Была Там Как Некоторые Говорят Что Корочка У них Как Не Такая Будет А Дело Соблюдал Своими Глазами Ничьими То Глазами Никто Рассказывал Как Люди Трогают Это Все Дело Грязными Руками Кладут Обратно Ну Просто Это Ну После Такого Увиденного Естественно Я Никогда Не Буду Покупать Это Все То Что Я Увидел Ну Кстати Вы Обратите Внимание Что Многие Люди Понимают Что Что Орешки И тому Подобное Может быть Грязные Поэтому Несмотря На То Что Этот Товар Не Подлежит Мытью Они Его Моют Просушивают Занимаются Вот Этим Делом Потому Что Я Если Честно Немножечко Не понимаю Как Можно Изюм Помыть Изюм Высушенный Виноград Если Ты Помоешь Он Как Минимум Разбухнет Его Нужно Отдельно Сушить Понятно Что Когда Его Пакуют В Эти Большие Коробки Там Транспортную Упаковку Понятно Он Проходит Какую То Обработку Это Понятно Что Там Как То Что Предварительно Обрабатывается Те же Самые Фисташки Естественно Если Они Жарятся Они Обрабатываются Моются Понятно Все Но Когда Их Выкладывают На Продажу И Неизвестно Сколько Они Лежат Кто Там До Нас Щелкает К Сожаление Вот Тот Фрагмент Когда Женщина Взяла Я просто Глазами Видел А камеру Когда Я повернул Она Успела Бросить Обратно Те орешки То есть Она Просто Взяла Посмотрела И обратно Положила То есть Это Даже Делали Не мы Умышленные Это делают Покупатели Причем Любого Возраста Не важно Молодежь Это Пенсионеры Любые Люди Берут Этот товар Потому Что Им Так Удобнее Зачем Им Эту Лопатку Брать Допустим Орешка С лопатки Да Или Булочку Так же А дети Бегают Мелкие Забежали Просто Булочки Потрогали Даже Покупать Не будут Просто Не потрогают Мне кажется Что Та бабулька Которая Пробовала Эти орешки Это Разумно Что Если Есть Возможность Попробовать Посмотреть Пощупать Это Нужно Делать У меня Была Такая Возможность Ей Ничего Не запрещает Взять Потрогать И обратно Положить И нам Ничего Не запрещает Взять Орешки И в один Пакет Сыпать А что Запрещает Сказать Что мы Глупые Пускай Мы будем Глупые Ну вот Такая Ситуация Произошла Будет Прикольно Если Мы Сейчас Попробуем Такой Формат Скажем Так Офлайн Когда мы Сначала Разговариваем Потом Я Смонтирую И тому Подобное А будет Прикольно Если Мы То же Самое Будем Делать В стриме В прямом Эфире Соответственно Мы можем Сразу Отвечать На какие То Вопросы Ну Такое Онлайн Общение Тем более Думаю Данное Заведение Будет Только Рада Если Будем У них Этот Стрим Проводить Пить Вкусное Пиво Кушать Орешки Будут Смотреть Видеть Где Мы Захотят Может Прийти Присоединиться Я Думаю Что Кстати Вот Хотел Сказать Вот Я Хожу Да Все Оно Ходим По Магазинам Я И Сам Мониторю Без Тебя И Многие Даже Работники Самих Магазинов Просятся А можно С вами Сходить Куда Нибудь Даже В эту Сеть Они Хотят Побыть На стороне Нашей То есть Взглянуть На все Эти Вещи Не Со Стороны Продавца За Прилавком Да Вот Восприятие А Восприятие Чтобы Было Рядом С вами Может К вам На суд Прийти Вот Один Человек Ко мне Сегодня Обратился А можно Либо Будет С вами На суд Допустим Либо Сходить С вами Какой-то Рейд Я говорю Ну конечно Можно Почему Нет Мне это Интересно Я вас Поддерживаю Но Все равно Мы Воспринимаем Вас Немножко По-другому А вот Хочется Посмотреть Насколько Это Все Происходит На вашей Стороне Это Не Единственный Человек Поэтому Если Мы Будем Сидеть И Причем Постоянно Сидеть В этом Баре Ну Мне Нравится Здесь Мы Сидим Нам Никто Не Мешает Ну Вообще Классно Я думаю Что Скажем Так Поклонники И Те Кто Думают Так же Как И Нас Там Поддерживают Могут Прийти Вместе С нами Здесь Посидеть Пообсудить Любые Темы То Что Касается Поучаствовать В наших Проверках Да Я Всегда Только За То есть Если Вы Готовы Единственное Всем Таким Желающим Которые Хотят С нами Поучаствовать Я говорю Что Ребята Вы Должны Себя Вести Корректно Вы Не Смир Да Извин Владимир Поучаствовать Не значит Быть Ведущими В игре Как сказать Поучаствовать Чтобы они Не лезли Не мешали Нам Общаться По закону Потому что Мы законы Знаем Какие-то у них эмоции будут Ну Можно попросить Что-то Вставить Но Не лезть Со своими Вот этими Разговорами То есть Для начала Если не Может быть И в будущем Захотят Чтобы они Хотя бы Сторон Учились Что мы Делаем Как мы Делаем Почему Мы Это Делаем На чем Мы Основываемся Потому что Восприятие По видео Немножко Другое Когда ты Вживой Ты Видишь Это Практика Просто Вот Я хочу Людям Сказать Чтобы Они Понимали То Что Они Видят Скажем Так На экране Мою Реакцию И тому Подобное Вы Поймите Что Это Это С моей Стороны Все Очень Сильно Взвешенное Каждое Мое Слово Взвешенное Я Не Допускаю Определенных Моментов За Которые Можно Меня Наказать И Привлечь Я Вот И Денису Анатольевичу Всегда Говорю О том Что Учись Себя Контролировать Самый Страшный Наш Враг Это Эмоции Что Я И Добиваюсь От Своих Оппонентов То Я Вывожу Их На Эмоции Потому Что Как Только Человек Переходит В Эмоциональную Плоскость Я Могу С ним Делать Все Что Хочу Я Могу Им Манипулировать Люди Должны Понять Что Если Вы Видите Какую С моей Стороны Эмоциональность Где Я Я Все Равно Внутри Себя Очень Спокой И Контролирую Каждое Слово Потому У тебя Камера Слит Ровно Люди Обратить Внимание Что Не Просто Так Это Происходит Камеры Слабенькие А у Меня Эмоции У меня Камера Начинает Дрожать Меня Даже Само Укачивает Честно Говоря На Некоторых Виде Люди Могут Сюда Приходить А Вдруг Они Нас Застанут Когда Мы Придем Оп И Может С Наем Пойдут И Так Посидят Пообщаются А В Стриме Да Город У нас Не Такой Большой Начали Стрим Кто Может Подъехать Так Я На Ну Соответственно Нужно Чтобы Звук Сразу Хороший Туда Писался Это У Тебя Должна Быть Петличка И У Меня Должна Быть Петличка И Соответственно Ну Там Сразу Будет Звук Смешиваться Он Будет Идти В Эфир Вот Это Сейчас Я Вынужден Буду Звук Накладывать С изображением Это Монтаж Нужен Но Если Говорить Скажем Так То Что Нужно Это Нужна Вот Эта Система Радиопетличек Которую Я уже Подобрал К сожалению Она Самая Крутая И Самая Дорогая Она Стоит В районе 50 Тысяч Я Думаю Что Соответственно Даже Если Нам Никто Эти Деньги Просто Так Не Подарит У нас Деньги Появятся Рано Или Поздно И Мы Это Все Организуем Но На данный Момент Будем Делать Пока Так Пока Будем Записывать Как только Будет возможность Приобрести Мы Первым делом Это Сделаем Чтобы Проверить Стримы Чтобы Было Более Интересно И людям Все Так Вживую С нами Пообщаться Но Пока Да В этом Проманте Поэтому Если Кто-то Захочет С нас Постримить С нами То Если Только Поймает Нас В этом Баре Нет Ты знаешь Сидим По сути Мы долго Сидим Общаемся Уходить Неохота Просто Располагает Вот Это Вообще Редко Будет Приходишь В какое-то Место И реально Не хочется Уходить Вот Вроде Ничего И не держит А уходить Неохота Ну Тут У нас Еще Уголочек Уютный Да Вообще Бар Небольшой Но Уютный Очень Уютный Может быть Музыка Нет Ну Не знаю Мне нравится Ну Я думаю Что Очень Хорошее Место Где Можно Посидеть Отдохнуть Ну И Также Пообщаться Тут Говорят Что У них Покушать Есть Не Ну Покушать Так Должно Быть Конечно И После Какие Какие темы Еще Обсудим Пойдем Вадим Вадим Я Все Хотел Спросить Сейчас Появилась Возможность Как Как ты Оказываешь Юридические Услуги Достаточно Позвонить По телефону И Обязательно Надо С тобой Встречаться Либо Ты можешь Провести Как-то Это По-другому Ну Понятно Что Услуги Оказываются Платные Любые Консультационные Услуги Но В каком Формате Это Все Происходит Ну Смотри На самом Деле Многие Вопросы Можно Решить Без Суда До Суда Вот И Даже Если Суд Подаешь Как Правило Достаточно Изначально Все Сделать Грамотно Потому Что От Этих Первых Шагов Очень Много Зависит Соответственно Все Вот Эти Услуги Назовем Так Юридические Услуги Можно Получить Даже Не приходя В какой-то Офис Какую-то Консультацию С учетом Того Что У нас Последнее Время Все Дистанционно Делается И стремятся Именно К этому На самом Деле Это Более Удобно Это Более Скажем Так Дешевле И Более Быстрее В ближайшее Время Скоро Будут Все Уже Эта Схема Существует То Участие В суде Дистанционно Не находясь Это Очень Удобно Я думаю Что со временем У меня будет Электронная Подпись Соответствующая Я буду Также Участвовать В суде Сидя У себя Дома Перед Монитором Компьютера Так Вот Чтобы Получить От меня Какую-то Ирюдическую Помощь Консультацию Составляние Каких-то Документов Не обязательно Со мной Лично Встречаться Да И В принципе Можно встретиться Если есть Такое Желание Вопрос только Возникает Где Я готов Встречаться С любым Человеком На вашей территории Хотите В офисе Вашем Как угодно Если это Клиент Который Имеет Этот офис Поэтому Как я Оказываю Услуги На данный Момент Дистанционно То есть Человек Ко мне Обращается Как правило По телефону Либо Через Ватсап Я Изначально У него Спрашиваю Вообще Суть вопроса Что конкретно Нужно Выясняю В беседе Либо В переписке Ту проблему Которая Существует Естественно Сразу Всем говорю Что Я не делаю Консультацию Вот так вот Сразу же Я могу Что-то сделать Вот так вот Предварительно Но как правило Оно будет заключаться В том Что вам Нужно Мне Предоставить Такие-то Такие-то Документы Либо Я сразу же Вопросами Выясню Что у вас Допустим Этих документов Нет Тогда я Сразу нарисую Скажем так План Дальнейшей Консультации Потому что Без этого Невозможно Дать Правильную Консультацию Вот эти все Вопросы О том Что Мне там Кто-то Сказал Кто-то Пообещал Вот То-то-то Сразу вам Говорю Что Это все Не работает Я должен Видеть Документы Документы Если была Какая-то Официальная Переписка Переписку Ответы Там Из правоохранительных Органов Там От Другой стороны И так далее Потому что У каждого человека Есть свое Восприятие Вот он Говорит Одно И В 99 Случаях Я потом Когда начинаю Разбираться С делом Все Получается С точностью Да наоборот То есть Человек Мне одно Говорит А Выясняется Потом Потом Совсем Другое Так вот Чтобы этого Не было Чтобы я Изначально Понимал Проблему И дал Правильную Консультацию Правильные Пути Выхода Из ситуации Я должен Изначально Видеть Во-первых Все материалы Дела И во-вторых Я должен Их Видеть Не просто Слова Что Мне там Обманули Сделали То-то То-то А должен Конкретно Видеть Что Вот вам Дан Такой Ответ На Ваше Такое Обращение Иногда Этого Более Чем Достаточно Даже Не беседуя С вами То-есть Просто Скинули Мне Скажем Так Материалы Дела Я их Узучил И дальше Я уже С вами Беседую Вот Вот Такая Схема То-есть Первое Со мной Связывайтесь Я Выясняю Скажем Так В чем Проблема Вы Мне Предоставляете Документы Мы Согласовываем Дату И Время Консультации Устно Либо Письменно Я Вам На основании Всего Этого Провожу Консультацию Вот В принципе И вся Оплата Дистанционная Оплата Следующим Образом Получается Перечислил Ты все Это Готовишь У тебя Уже Есть Ответ На Данную Проблему Человек Связывается И Ты Уже По сути Проводишь Консультацию Основываясь На тех Документах Смотрите Ну Скажем так Назовем Вот это Наше Первое Общение Первичной Консультацией Бесплатной Первичной Консультацией На которой Я выясняю Суть Проблемы Определяю Какие Нужны Мне документы Чтобы изучить Данный Вопрос И Определяю Приблизительно Я уже Понимаю Сколько Будет Стоить Этот Вопрос И Мы Решаем Что Если Вы Хотите Я Изучу Ваши Документы И Дам Такую Хотите Устно Как Вы Решаете И Моя услуга Будет Стоить Столько Там Далее Соответственно Если Мы Все Согласуем Мне Скидывается Соответствующая Денежка На счет Все Я Предоставляю Соответствующий Чек О том Что Эта Услуга Обоплачена То есть Я Как Самозанятый Выпускаю Чек Я Соответственно С этой Суммой Плачу Налоги То есть Это Как бы Все Официально Вот И Соответственно Уже После Того Как Я Получил Оплату Я Оказываю Услуги Потому Что Изучение Документов Требует Время То есть Каждый Лист Нужно Прочитать Нужно Осознать Нужно То есть Это Уже Является Непосредственно Оказанием Услуг Соответственно До Этого Должна Быть Оплата В Исключительных Случаях Конечно Я могу Оказать Услуги Бесплатно Либо С оплатой Потом Но Это Должны Быть Какие-то Исключительные Случаи То есть На Этим Нельзя Злоупотреблять То есть Это Если На самом Деле У человека Какие-то Житейские Обстоятельства Там Нет денег Тому Подобно Еще Какие-то Обстоятельства Да Если Человеку Реально Нужна Помощь Вопросов По сути Обратившись К тебе Человек Экономит Потому Что Я Все Время Тоже Обращался В Юридическую Консультацию Буду говорить Какой Мне она Не понравилась Суть В том Что Вот Что Ты Будешь Делать Бесплатно Первичную Консультацию Все Берут За это Деньги То есть Они Пришли Уберят У меня Так Проблем Они Говорят Так Вот Через Кассу Он Оплатил И Сидит Говорит То есть По сути У тебя Дешевле Потому В любом Случае Консультация Заплатит Те же Тысячи Рублей После Этого Предоставит Все Документы И Будет Платить Вторую Консультацию А ты По сути Работаешь Денис Вот Я Скажу Из того Ты Работаешь Честно Можно Сказать Ты Не Я Сейчас Поясню Смотри Я Скажу Из того Что Все Так Вот Эта Первичная Консультация Это Ну Трудно Назвать Консультации По Существу Это Выяснение Определенных Моментов То есть Ну Это Предварительная Консультация Там О цене Услуги Если Говорить О стоимости Наказания Услуг Предмета Нужно Выяснить Вообще Суть Вопроса Понятно Что Любой Человек Имеющий Опыт Знания Он Уже Исходя Из этой Предварительной Консультации Уже Много Чего Понимает По крайней Мере В какой Области Там Это Жилищный Спорт Трудовой Спор Там Какой Там Гражданский Спор То есть Уже Понятно Потому что Если Человек Вдруг Заплатил Деньги А потом Обращается Тут Мне Уголовное Дело Я Сразу Говорю Что Согласно Законодательству Защитником Защитником По уголовному Делу Может быть Только Адвокат У меня Статуса Адвоката Нет Поэтому В любом Случа Нужно Сначала Выяснить Вопрос А потом Уже Его Оказывать То Что Касается Вот Этих Юридических Фирм Я хочу На этом Обратить Внимание Люди Будьте Осторожны Сейчас Среди Медицины И Юридических Услуг Очень много Мошенников Потому что Кто К ним Обращается Как раз К ним Обращаются Те Люди Которые Уже Пострадали Они Наиболее Уязвимы Беззащитны И Скажем так Их Еще Легче Обмануть Вести В заблуждение И тому Подобное К сожалению Среди Юристов И Медработников Условно Частных Контор Мало Людей Которые Какую-то Клятву Гиппократа Пытаются Соблюдать Тому Тому Подобное То есть У них Цель Одна Как У любой Коммерческой Организации Заработать Деньги Деньги На вас Правильно Заработать А ты Не зарабатываешь Ты бесплатно Нет Я зарабатываю И буду Зарабатывать Просто К каждому Вопросу Должен Свой Подход Я Еще раз Повторюсь Что Ты честный Ты Человечный Вот так Ты не наживаешься Скажем так Люди Которые Как раз Пострадали Скажем так Я все таки Исхожу из того Что я публичная Скажем так Личность Обо мне Как бы Много чего Известно И мне Портить свою Репутацию Нет смысла То есть Нет тех денег Которые бы Стоили моей Репутации То есть Для меня Гораздо важнее Там где-то Может быть Кому-то Бесплатно Помочь Только Ради того Чтобы Иметь Нормальную Хорошую Репутацию Понятно Что Хорошим Для всех Быть невозможно Это Нормально Это Естественная Ситуация Но С учетом Того Что я Никуда Не пропаду Не скроюсь Вы меня Видите У меня Словно Говоря Ютуб Канал Мое лицо Известно В принципе Желающие Узнать Где я Живу Тоже Нетрудно Это могут Получить Любое Там Про Крынди Обратитесь Как бы У них Вся информация Обо мне Есть Хочу В тему Как раз Зрителям Нашим Это не я А я Масло Денис Анатольевич То есть То что у нас Формат Такой Видео Что получается Канал Называется Мамаев И я на нем Я же говорю Мы не такие Как все У нас все Вот не так То есть Скажем так Владелец Канала Это человек Который Все это Снимает Скажем так Оператор А на видео Вы видите Не Мамаева Владимира Владимировича А Масло Дениса Анатольевича Да Поэтому Тот Кто не в теме Естественно Думает Что Мамаев Это Денис Анатольевич А мне Еще не Так же Опять Человек Который Хочет С нами Пойти Он И думает Что Мамаев Вы же Там Наймите Ну это И хорошо Слава Бума В принципе Главное Что мы Продолжаем Делать То что Мы Делаем Где более Трех Лет Владимир Владимирович Два Года Да Два Года Да Ну два Года И что мы Снова Вместе Это Приводит Более Чем Мы Занимались В этим По отдельности Кстати И спасибо Большое Что Мы Все-таки Разрешили Здесь Проведить Съемку Много Где Запрещают Барах А здесь Адекватное Руководство Знающее Законы И соблюдающие В будущем Я не думаю Нам будут Отказывать Может быть Даже Они Предварительно Наверное У них Может быть Есть Такая Возможность Да Очень Удобно Пришел Посидел Здесь Достаточно Тихо Уютно Никто Не мешает На уши Не давит Это Как обычно Орут Мат Перемат Спокойно Домашний Домашний Уют Поэтому Видимо Такое Настроение Я думаю Что здесь Может быть Даже И арендовать Это можно На целые Сутки Свадьбы Конечно Вряд ли Здесь Проводить Но Надо бы Просто Посидеть Отметить День Рождения Думаю Легко Договоримся Договоримся Сходим В магазин Здесь Пообщаемся На камеру Хотите Попадете В кадр Хотите Не попадете В кадр То есть Это Ваше Личное Желание Когда появится Соответствующее Оборудование Соответственно Будем Это Онлайн Делать В прямом Эфире И отвечать На ваши Вопросы А сейчас Если у вас Есть желание Задать Какой-то Вопрос На который Мы сможем Ответить Пишите В комментариях Все комментарии Мы читаем Сразу Говорю Что Оскорбительные Тому Подобное Я По возможности Удаляю Да И Извините Если Слишком Сразу Быстро Мы не успеваем Ответить На них Но Стараемся По Мере Возможности Оставлять Все-таки Да Ну Нет Мы оставляем Но Не сразу Отвечаем На все Комментарии Мы читаем Действительно Мы ценим Своих подписчиков Зрителей Я тоже Люблю Захожу на канал Пишу Что-то Если мне Не отвечают Потом Перестаешь Писать И когда Отвечают Это очень Приятно На самом деле Что Люди Действительно Заинтересованы В общении Что-то делать Что-то Подсказать Кому-нибудь Да Ставим лайки Подписываемся И Про И Просрочка Безцензура Не забывайте Подписаться Чем больше лайков Комментарий Тем больше Нас увидят Зрители Да Ютуб Видимо Оценивает Не только Качество Видео Ну и Вот такие Вот Лайки Комментарии То есть Есть определенные Алгоритмы Вот Ни с того Ни с сего Ютуб Он может Развивать канал У меня По тысячу Подписчиков В день Прибавлялось Потом Какие-то Наступают Моменты Почему-то Идет Меньше Подписчиков Ну то есть Все непредсказуемо Поэтому от вашей активности Зависит Насколько быстро Скажем так Наш канал Будет развиваться А соответственно От этого Зависит И качество Наших видео Соответственно Поддержите Нас Словом Советом Материально Тоже Было бы неплохо Да Ну Кто сколько Сможет Как говорится Не ну Знаете Любой желающий Может Условно говоря Со своей аппаратурой Прийти С удовольствием Поснимаем На вашу аппаратуру Соответственно Ну Конечно Если у вас есть Эта техника В наличии Почему бы нет На данный момент Я снимаю На обычный телефон Просто Обычный телефон Вы ведь не поверите Ну Реально Обычно У меня камера Но у меня камера Очень старая Она очень Очень старая Да Она хорошая Кому будет интересно Не интересно Я свои Все таки Видеоролики Строю По принципу Не все подряд Показывать Да А какой то Чтоб сюжет был Какой то Динамика была Поэтому Достаточно Большая У меня идет Нарезка Достаточно Все сжато Получается Много Скажем так Монтажа Много Времени Тратится На это Поэтому Как бы Нужно Понимать Что Одно Дело Снять Какой то Сюжет Там Сходить Там Камеры Помотать По сторонам Там А другое Дело Это все Обработать И вам В каком то Виде Смотребельном Представить Представить Вот это Очень важно Чтобы Как бы Качество Должно Быть Соответственно Вы должны Понимать Что Конечный Ролик Появляется После того Как Производится Определенные Действия Много Труда Тратится И времени Поэтому Понимайте Это все И оценивайте Соответствующим Образом Вот А у меня Канал Почему Сделан В том Формате В свое Время Помнишь Подписчики Просили А как Все Было На самом Время Поэтому То Что У меня Вот Это Все Дергание Владимир Владимирович Ругается На Что У тебя Там Все Прыгает Но Они Сами Просили Поэтому Я Снял Снял Соединил Выложил Ну Извините Сами Просили А там Кому Как Наравится Кто Смотрит И твои Мои Ролики Кто Смотрит Только Твои Кто Только Мои Ну По Интересам Но Не знаю Этот формат Никуда Не уйдет Он так Останется Ты будешь Делать Качественно Долго Да Затратно Это Диск Недавно Жесткий Купили На 6 Терабайт 6 Терабайт 6 Терабайт Это Изыскивать Средства Чтобы Все таки Вы смогли Посмотреть В хорошем Качестве Хорошие Ролики Поэтому Приходится Как то Находить И это Вкладывать Никуда Ни денешься Мне попроще Я соединил Выложил У меня Затрат По сути Никаких Только Время И все Так что Не забывайте Нас Подписывайтесь Поддерживайте Кто Как может Присоединяйтесь К нам На рейдах Приходите В данный КП В данный Бар Общаться С нами Либо После Нашей Ейду Сюда Приходите Опять же В этом Формате Общаться Ну Вместе С вами Ну Все Скажем Так Первый Наш Блин Надеюсь Будет Ником Поэтому Напишите В комментариях Как вам Такой Формат Стоит Ли Продолжать Ну И Ваши Пожелания Рекомендации Всем пока Всем пока Что есть Нарды И шахматы А че молчали Давай Сходим Ты в шахматы Умеешь играть В шахматы Да Я в шахматы И в нарды Умею А можно У вас В шахматы Да В нарды Я не умею играть А в шахматы Я тебя сейчас сделаю Высуну А в нарды Я бы тебя сделал Ну оказывается Тут смотри И шахматы И нарды Мы вот хотели уже уходить Король стоит на белом Да У тебя Да Это не ферзь стоит на белом Короче С кругленькой Маленький Это ферзь А это король Да ладно Да То есть вот этот ходит Вот так вот Все Все А я думал Ну что-то Так Ну ладно Я просто Смотри Я Ну В приложении Играю Ну там Как бы люди Уже умные Я поэтому Я с ними Играю Ну так Как надо Играть Нет Ты давай со мной Играй так Как надо Потому что я бежусь Попробуй Выиграй Можешь И тебя Можешь А ну давай Ладно Давай Сыграю Классику Так Подожди Так Сейчас Секундочку А Ну что Правильно Так Сейчас Сейчас Надо поставить Три хода Мне Ты мне Три хода Три хода Тебе это понятно Ну если я только правильно Сыграю Как ты Подопочил Тут все правильно Если ты правильно Сыграешь Ну вот еще Не факт Так Я тебя убиваю Сюда Ты меня убиваешь Сюда Не факт Ты меня убиваешь Сюда Я делаю Так Ну давай Разменяемся Что делать Не будем Долго думать Замечательно А я же Прозевал Подожди Зачем я тебя убил Ты меня Вот этой убил Я что Что-то неправильно Рассчитал По количеству Ходов Что-ли Не знаю А Тогда я проиграл Тебе надо было Сыграть Вот если бы ты Сыграл Не показывай Я просто Я думал Что Ну у тебя Ну у тебя Одного хода Нету Я что-то Лидать не заметил Ты ферзю Не заметил Нет Ферзя я видел Я что-то думал Что тын 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 И ты убиваешь Меня Я убиваю Тебя И все Да И у нас Полный Размен Должен быть А дальше Я хожу Пешкой И ставлю Ферзя А что-то Я не Ну Просчитал Ферзя Я сейчас съем Ну сейчас Нет Сейчас-то Да Ты должен был Съесть королем Последним ходом А ты съел Я какую-то фигуру Значит не увидел Ну тогда Да Что-то Без ферзя Тебе надо было Сходить сюда Ферзем А мне тут Особо Не сыграешь Да ладно Ну проиграл Что ж Бывает Я говорю Просто сейчас Я не вижу Какие-то фигуры Ну давай Сейчас Что-то Что-то Проиграл Что-то Не проиграл Ну Без это Без ферзя Уже Проиграл Сто процентов Ну Не факт Не факт Ну Класс Ну Если ты Какой-то Глупость Только не Сделаешь Ну Ну Типа Такой Типа Такой Это Это точно Типа Такой Я Шех Гулять Такой Гулять Такой Гулять А вот Теперь Наверное Мне надо Выводить У меня Справа Стоит Заплач Я А теперь Можно Выводить Вот эти Да я Проиграл Уже Просто Давай Доиграемся На случай Если Ты какую-нибудь Ошибку Сделаешь Так-то Я Проиграл Я Там Что-то Ну Не Не Так Посмотрел Насчет Кто Кому Убивает И Думал Что Ты Королем Будешь Бить Последнюю Фигуру Поиздеваюсь Вот Что И Требовалось Да Давай Ко Нем Ходи Ему Съедай И Пошли По Дому Не Не Вот Часто Конечно Самую Большую Глупость Сделал Да Ну Ты Сейчас Сюда Сыграешь Ну И Часто Возможно Сделал Глупость Не Вот Сейчас Ты Сделал Глупость Причем Реальное Давай Так Куда Ты Пойдешь Сюда Не Пойдешь Сюда Не Пойдешь Сюда Пойдешь Все И Тебя Все Все Ты Пойдешь Не Те Реально Говорю Те Реально Ты Проиграл Что Реально Шаг Вот Это Я Не Видеть Вот Вот Про Эту Глупость Ты Говорил Ну Да Вот Это Я Не Заметил Это Я Не Заметил Теперь Все Теперь Вопрос Только Как Как Быстро Давай Ферзя Поставим Да Дальше Дальше Здесь Ты Заберешь Нет Тут Уже Все Тебе Погоду Это Не Сделать Это Мой Ход Да Угу Тут Уже Погоду Не Сделать Ты Зажата Вокруг Моих Фигур Тебе По Сути После Этого Почти Один Ход Угу Угу У меня Просто Не Хватает Время Я Все Сейчас Я Тук И Загоняю Ну Да Ну И Мат Тебе Не 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 Даже Если Я Тебе Убивал Я Сейчас Просто Ферзем Хожу И Мат Тебе А Ну Да Ты Оставишь Все Ну Не Сюда Ну Короче Да Сюда 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 Самый Лучший Сюда Не Сюда Ты Не Убьешь Просто Ферзя А Ну Да Ну Короче Подумай Короче Ты Преиграл Ну И Хорошо Видишь Все Так Ты Спец Ты Играешь Каждый Не 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 Каждый День Ну Бывает Там Что Равно Раскидаюсь Там Пакет Ну Не Зная Ну Давай Ладно Ну Тебя Куда Остается Сюда Нельзя Сюда Нельзя Это Может Только Корня Убивать Это Единственное Счет Ну Хорошо Я Понял Все Дальше Я Соответственно Тебя Шах До Посинения Шах Пока Не Будет Мат Давай Куда Ты Пойдешь Сюда Смысл Нет Один Ход Остался По Суть Большому Все Ну Это Вот Мат Называется Все Сюда Можешь Да Ну Блин Тогда Еще Раз Тебе Шах Ну Сейчас Мат Уже Все Поздравляю Все Победа Да Видите Даже Можно Шах Мат Сыграть Вот Заметь Люди Приходят Да Но Все Рано Нет Не Шумят Настолько Хорошо Хорошие Посетители Хорошая Обстановка Фишка Наше Каждое Интервью Должно Заканчиваться Шахматной Партией 1-0 Мои Пользы Ну Как Пойдет Владимир Владимирович Да Так что Если Кто Хочет Сыграть Приходите Со Мной Партиевич А Со Мной Кстати Могут Нарды Сыграть Да Нарды Я Несколько Лучше Играю Не сказать Что Профессионально Но Люблю Желающий Сыграть Со мной Шахматы Приглашаю У меня Третий Разряд По Шахматам Ну Что Сейчас Владимир Еще Доказал Здравствуйте Приветствую Владимир Денис Юрий Владимир Приятно Узнали Наслышан 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 Ваших Дети Ну Соответственно На Двух Каналах Даже Ребята Если Что Подписался На Вас Спасибо Ну Хотелось Б Задать Вам Два Вопроса Не Боитесь Если Вы Ну Как Б Ходить Брать Просрочку Потому Что У нас Есть Неадекватные Охранники В магазинах Которые Ну Считают То Что Если Они Охранники Они Как Милиционеры Могут Применять Спец Средства Шмонать И Второй Как Ну Люди К вам Относятся Много Поддерживают Ну Давай Я Первый Отвечу Да Наверное Ну Насчет То Что Там Мы Кого Боимся Не Боимся Скажем Так Мы Не Совершаем Ничего Такого Противоправного Чтобы Нам Чего Бояться Там Со Страны Правоохранительных Органов Ничего Мы Такого Не Совершаем Чтобы Бояться Там Работников Магазина И тому Подобное В любом Случай Понятно Что Есть Неадекватные Люди Как Можно Столкнуться Но Мы Всегда По крайней Я Всегда Готов Ну И Денис Анатольевич Тоже Готов К тому Чтобы Ответить На Какой То Выпад В Нашу Сторону Поэтому Мы Вдвоем И Ходим Потому Что Всегда Кто То Может Подстраховать Вот Естественно У нас Есть Средства Самообороны Как Мы Их Не Фигурируем Но Они Есть Чтобы Люди Понимали Что Если Будет На Нас Нападение Соответственно Мы Дадим Отпор А второй вопрос Как Люди Вообще Поддерживают Самое Интересное Что Несмотря На То Что У Нас Скажем Так Контент Достаточно Такой Провокационный Общаемся Где То Может Быть Грубо Там Жестко Ну В 95 Процентах Случих Ну Я Сужу По Статистике Моего Канала Как Люди Нас Поддерживают Понятно Для Всех Хорошим Быть Ты Не Можешь Потому Что Так В принципе Невозможно Вот Ну Скажем Так 95% Это Средний Процент Поддержки Ну Поддержки Ролика Я И скажу Вот Этих Лайки То Есть Лайки Есть Дизлайки То Есть Люди Которые Ставят Лайки Они Поддерживают Те Которые Ставят Дизлайки Они Не Поддерживают То Получается 95% Ну Где То Чуть Больше Где То Чуть Меньше Ну Средние 95% Отсюда Делал Вывод Что Мы Все Делаем Правильно Ну Я Хочу Вам Сказать Удачи Вам Ну На самом Деле Очень Хорошую Работу Делать Потому Что В магазинах Ну Они Не Хотят Выполнять Свои Функции Какие То Работы Да И Ссылаются Постоянно На Маленькая Зарплата Ну Если Маленькая Зарплата Зачем Тогда Туда Идешь Согласен Травить Людей Ну Я Считаю Это Даже Конвенции Написано Пленный Всегда Ну Должен Есть Понуждаться В питании В горячем И тому Подобное Но Не Травить Людей Каждый На своем Месте Должен Делать Свою Работу Качественно Будь Ты Уборщик Будь Ты Продавец Ты Должен Делать Работу Качественно И Цена Здесь Скажем Так Зарплата Не И Иметь Никакого Отношения Это Уже Главная Боль Работодатель Кажется Подписался Взял Меч И Играй Спасибо 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 Извини Такие Дела Да Уже Первый Человек Нас 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 Устретил Не только Многие Пощает Я думаю А вот Я Что Хотел Еще Сказать Мы Когда С тобой Ходим По Магазинам Ты Сюда Выкладываешь Вконтакте Где Мы В данный Момент Находимся Поэтому Человек Если Хочет С нами Пообщаться То есть Мы Как Поставим Что Мы После Любого Рейда Будем Приезжать Сюда Да Поэтому Если Кто-то Хочет С нами Пообщаться Задать Какие-то Вопросы Если Он По какой-то Причине Не Может Приехать В данный Магазин Поучаствовать С нами Времени Он Может Приехать В этот Бар Горжи Его Семь С торца И Подождать Нас И Мы Сюда Приедем Да То есть Если Я Вконтакте У себя Пишу Что Мы Будем Здесь Примерно Во сколько Это Времени То есть Желающие С нами Пообщаться Могут Подъехать Сюда Здесь Можно Поиграть Оказывается Еще Кроме Нарт И шахмат Есть Шашки Шашки Есть Ну Шашки Я Я Только Шахматы Людю Я Виду Что Здесь Можно Проводить Такой Нормальный Досуг То есть Я Честно Говоря Не знаю И не знал Никогда Какой-нибудь Бар Или Кафе Где Были Такие Допусулки Как говорится То есть Это Цивильный Бар То есть Реально Цивильный Для Не просто Сесть Набухаться Нажраться А может Провести Реально Досуг Провести Своё Время Пускай За кружкой Пива За кружкой Кофе Там Покушать Рыбки Там Покушать Поужиной Позавтракать Но Провести Досуг То есть В таком Кстати Вот этот Бар Работает В таком В формате Нет Ни у кого Так же Как у Нашего Формата Видео Нет Ни у кого Злогера А он Как Круглосуточно Работает Я так Я не понял Там Пишет Вообще Ну Там С Десяти До Трех А То есть Ну Короче Почти Круглосуточно Ну Почти Да Ну Вот То есть Основное Время Когда Человек Вечером Приходит Ему Скучно Может Прийти Да Даже Не знаю Пришел Один Предложил Кому-то Давай Шахматы Сыграем А может Тут И согласиться И вот Тебе Пожалуйста И новые Знакомства И нормальная Община Мне Понравилось Значит Будем Каждый раз После Каждого Рейда Приезжать Да Почему Бо Нет Мне Я думаю Прямой Эфир Зайдет Очень Зайдет Он Не то Что Залетит Потому Что Все Будут Знать Уже Будут Готовиться Уже Будут Знать Что Мы Тогда От Востока Будем Примерно Уже Будут Ждать Стримы Да Так Могут Подъехать Ни одного Влогера Не видел Чтоб Они Ведут Стримы Но Чтобы Могли Подъехать И Пообщаться Вживую Да Формата Нет Такого Никого Очень Прикольно Мне Довольно Знаешь Можно Купить Какой-то Ради Эту Систему Подешевле Ну Смысл Подешевле Даже Подешевле Стоит Больше Десятки Не Настолько Богатый Что Покупать Дешевые Вещи Просто Думаю Если Покупать Так Покупать Одну Хорошую Катя Катя Сядешь К Нам Сядешь Сядешь Посидишь С нами Ты не хочешь Нам компанию Состоять Ну Так Иди Садись Я тебя Владимир Владимирович Рядочком позову Меня Владимир зовут Вас Как зовут Меня Катя Зовут Катя Вот Мы тут Отдыхаем Сидим А вы Тоже Пришли Отдохнуть Я Пришла Прибухнуть Ты Прям Откровенно Это Можно В Уфе Пушить Не Ну Почему Нет А Шахматы Играете Катя Катя Тупая Не умеет Прям Понятно Ну После слова Прибухнуть Как-то У меня Вопросы Все Закончились Я не знаю Чего Катя Ты Ничего Говорит Ты Смотрел Наши Видео Ну Смотрел Ну Ёлки-челки Давайте Только Это Никуда Не 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 Будем Присаживаться Ничего Мы Это Не Будем Выкладывать Это Точно Это Все От Вас Зависит Насколько Вы Будете Интересны Зрителям У меня Только Все Тут Видно Уже Поближе Нет Что По Мои Фото А Вы Знаете Мне В Лицо По Каким Фотографиям В 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 Продолжение следует...